Завтра для нас предстоит непростой матч. Я думаю, он будет интересен. Интересен как до Зенита, так и для нас. Мы готовимся в свободном режиме. Травмированных нет. Все ребята говорят желанием себя проявить. Понятно, что уровень, где это мастерство Зенита выше нашего. Мы с этим не будем спорить. Но есть другие качества в футболе, которые бывают важнее мастерства. Это яичка от мира показал, много примеров есть. Поэтому я верю ребятам. Они очень хотели сыграть с Зенитом. И мы рады, что Зенит приехал к нам в Беларусь. Все такое ажиотаж. И, наконец-то, футбол вернулся в Минск. Спасибо. Ваши вопросы подменой группы вам будут передать микрофон. Кто первый? Пожалуйста. Ваши вопросы. Какие слабые и сильные стороны вы бы выделили у соперника на сильном? Мы уже все это обсуждаем с ребятами. Но для вас я скажу в общей фразе. Во-первых, мы не знаем, какой будет завтра играть состав на игру. Потому что Зенит обладает двумя равноценными составами. Сильные стороны, я считаю, это их мастерство. То, что игроки значительно превосходят нас в мастерстве. Слабые стороны, я считаю, что начало чемпионата. И многие ребята, я считаю, еще надо им сыграться, новый тренер. И не все в одинаковых кондициях. Кто-то приехал с чемпионата мира. Поэтому, конечно, есть... Я думаю, что Зенит еще не в оптимальных своих кондициях. Но, в целом, Зенит, он всегда будет Зенитом. И тут на это уповать не стоит. Следующий вопрос. Александр Гулин, трибунатом Сергей Витальевич. Вы уже отметили, что этот матч соберет аншлаг. Приятно ли, что «Динамо» первая команда, которая установит рекорд посещаемости чемпионата Белорусских стадионов. Именно на международной арене за последние лет пять. И чувствуете ли вы себя уже на «Динамо» как дома? Ну, как дома мы еще пока не чувствуем. Потому что мы только играем. Получается, это у нас вообще вторая или третья игра. Но нам не привыкать. Поэтому мы что на выезде, что дома уже играем со всеми соперниками одинаково. Но мы будем приживаться. Мы будем сюда, как говорится, врастать корнями заново. Конечно, приятно, что приехал именно «Зенит». Что мы привезли команду, я считаю, очень высокого уровня. И очень интересно именно сразиться, посмотреть в сравнении, чего стоим мы и насколько мы можем конкурировать с российскими клубами. Следующий вопрос. Смотрим справедливо. Сергей Талич, советовались ли вы, может быть, с кем-то из ваших коллег из российской номерлиги, может быть, с Юрием Палычем Сомином говорили о «Зените»? Во-первых, в этом году еще и Юрий Палыч не играл с «Зенитом». Именно с «Зенитом» Семака. Во-вторых, в «Зените» есть ряд игроков, с которыми еще я в свое время играл, которых тренировал. Поэтому, так, информация есть достаточно у нас. Мы владеем достаточной информацией по «Зениту». Но, опять же, повторюсь, что для нас «Зенит» непредсказуем, какой будет у них состав. Вы знаете, я всегда учу своих футболистов. Играть чисто, именно отбирать мячи не за счет грубости, а за счет умения. Поэтому, если поднять статистику в чемпионате Беларуси, у нас меньше всех фолов. Хотя, никто нашу команду не может назвать, что мы не ведем единоборство и наоборот даже. Я думаю, что однозначно мы будем играть не за счет грубости, а будем противопоставлять, конечно, именно качество. Спасибо. Максим Куликов, «Спортбокс». Сергей Витальевич, вы говорите о силе «Зенита». Скажите, будете ли вы считать успехом, если завтрашняя игра закончится ничьим? Вы знаете, что до меня не важно, на сегодня какой будут результаты. Это только первый тайм у нас пройдет завтра. Мне важен общий результат и можно по двум ничьим выйти в следующий раунд. Скажите, что несколько дней до матча с «Зенитом» в команду покинул Артем Быков. В начале сезона вы его критиковали, потом он провел несколько хороших матчей. Расскажите историю, почему вы остались с ним? Во-вторых, потому что пришли новые игроки, которые, я считаю, на сегодняшний момент сильнее Артема. А никто Артему не было такого поставленного конкретно, что давай уходи. Пожалуйста, выдержишь конкуренцию – будешь играть. Но зная, насколько он амбициозен, насколько он хочет постоянно играть, он принял решение покинуть «Динаму». Потому что реально мы усилились. Это нормальное явление. Все равно выживает сильнейший. Поэтому тут это нормальное явление в любой команде. Игорь Михайлович, чтобы «Динаму» действительно усилилась, и есть выбор среди защитников. Будет ли стоить результативная ошибка Швецову вместо в составе той предстоящей матчей? Если вы мне назовёте одного защитника, который никогда не ошибался, во-вторых, я вам повторюсь, это не была его ошибка. Это был форс-мажор. Если вы помните, игрок выбежал из-за боковой, до приёма Швецов посмотрел, игрока не было. Он отдаёт касание передачу, а игрок выбегает из-за боковой, которого он даже не мог предугадать, что он там может находиться. Я не считаю, что это ошибка Швецова. То есть он может тебя играть? Кто играть будет, я не знаю. Но я говорю, что это не косвенно его ошибка. Это стечение обстоятельств. Так получилось. Владатор был рассказать, ну во-первых, удачи завтра. Вопрос по поводу Сергея Симака. Пересекались с ним на поле, играли против него. Добавляет ли это какого-то интереса вам дополнительно в матче? И какие у вас воспоминания у него остались как футболисты? Ну я много с кем играл. Я думаю, что Сергей Симаков тоже много с кем играл. Конечно, не спорю, но это не наше противостояние. Это противостояние двух клубов, двух систем, двух подходов. И может даже так, двух чемпионатов различных. Поэтому лично у меня с ним всегда были очень приятные. Он очень умный футболист был, порядочный. Поэтому у меня с ним только хорошие ситаты отношений. Еще вопросы? Пожалуйста. На матч приедет, ожидается 2500 болельщиков «Зенита». А на фан-секторе у «Динамо Минск» нет фан-сектора. Не переживаете ли, что вот эта вот поддержка скажется на игре? Не, однозначно нет. Может трибуна как-то своими действиями поможет открыть нам фан-сектор, как в свое время открыли второй фронт. Да? Так вы вот возьмете и как бы своими действиями посодействуете. Еще вопросы будут? Есть желающие? Положай. Статус матч очень большой. Ну и выход в следующий раунд сулит очень большие перспективы. Проговорился ли какой-нибудь вопрос о премиале за выход в следующий раунд? Нет. У нас даже не оговаривался ничего по этому поводу. Я даже сам не в курсе. Вот. Я думаю, что если мы сыграем достойно, наше руководство достойно, как бы ребят примирит. Еще? У трибуны всякие вопросы? Еще вопросы будут? Пожалуйста, Влад. Передай мне. Ну и не секрет, что вы много раз играли против «Зенита» в качестве футболиста. Какие это были основные для вас матчи? Положительные по результату, по эмоциям, по ощущениям? Если так вспоминать немножко. Ну, в качестве футболиста я еще играл в те времена, когда «Газпром» был немножко далек от «Зенита». Вот. Поэтому нельзя сравнивать сегодняшний «Зенит» и тот «Зенит» моих времен. Вот. Но что всегда было отрадно, это болельщики, которые даже в самые сложные времена всегда поддерживали команды. Полные стадионы. Прекрасная атмосфера на Петровском. Ну и всегда, в основном, для «Локомотива» расправдаюсь матчей. Моя бытность всегда положительная. Спасибо. Спасибо. Спасибо.